Водозабор Восемнанием сторожилов с подобным город сталкивался уже трижды. Вчера вечером экстренно собравшись по поручению губернатора комиссии по чрезвычайным ситуациям решила приостановить подачу горячей воды в 838 жилых домах. Жители некоторых многоэтажек испытывали перебои с холодной водой. Силами водолазов лед с водозабора удалили. Они уже занимались прочисткой, отбиванием этого льда от сеток. Порядка это было по времени часа 3-4. Потом отбив одно окно, потом приступили ко второму окну. Нам тоже нельзя было по времени уходить на более продолжительную работу. Сказали остановитесь, ну и запустили насос и он пошел. Значит это основной агрегат большой. Всю ночь заполнялись резервуары и к утра коммунальщики готовы были дать воду. Проблема технического характера осталась только в Кензяковке. В самой дальней точке водная система. Из кранов жителей этого микрорайона тепленькая пойдет только после трех часов. Муководством города было принято решение о познавлении подачи горячей воды и в 6 утра такая команда была дана. На 8 утра были обеспечены сейчас детские сады и школы пустом. До 10 часов утра мы планируем в полном объеме подать горячую воду на все жилые дома Ленинского и Сырьяшского района. Приспоряжение губернатора всех причастных к устранению последствий природного катаклизма поощрят. Я считаю, что очень оперативно отработали водолазы. Единственное, что нужно было немножко чуть пораньше прекратить подачу ГВС для того, чтобы наполнить резервуар и самое главное, так сказать, еще раз 100% прогарантировать теплоснабжение города Ульяновска. Редостав в районе Ульяновска продолжится до пятницы и все это время будет сохраняться опасность повторения природной стихии. Поэтому ситуацию продолжат держать на контроле. Егор Титов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин